Добрый день! В эфире выпуск городских новостей и с вами с места событий Владимир Горжонко. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предлагает серьезно изменить процесс вакцинации от COVID-19. Как стало известно, бустерная прививка вскоре может стать ежегодной. Чтобы упростить этот процесс, FDA рассматривает возможность изменения национальной стратегии в отношении COVID, чтобы она стала похожей на ежегодную прививку от гриппа. А это означает, что агентство будет каждую весну определять, какие штаммы выбрать для осеннего сезона. Большинству людей потребуется только одна прививка в год, независимо от того, сколько раз они прививались ранее. По мнению многих врачей, это положительный фактор, говорящий о том, что COVID превращается из пандемии в эндемию. Завтра на встрече с группой независимых экспертов FDA попросит их оценить это нововведение. Также, согласно предложению агентства, для маленьких детей и пожилых людей или людей с ослабленным иммунитетом все еще могут потребоваться две дозы вакцины. Количество зарегистрированных случаев гриппа в Нью-Йорке снизилось на 50%, но чиновники здравоохранения штата призвали людей сохранять осторожность, поскольку вирус по-прежнему остается широко распространенным. Официальные лица также предупреждают о тридемии гриппа COVID-19 и респираторно-систенциального вируса. Департамент здравоохранения штата призывает жителей Нью-Йорка делать прививки от гриппа, чтобы снизить вероятность тяжелого заболевания. Снижение количества людей, больных гриппом, конечно, обнадеживает, но мы все еще наблюдаем случаи заболеваний, заявил исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения штата доктор Джеймс Макдоналд. В общей сложности в этом сезоне в Нью-Йорке было зарегистрировано 300 907 случаев заболеваний гриппом. В этом месяце учреждения долгосрочного ухода и неотложной помощи сообщили о 13 новых вспышках гриппа. По данным Министерства здравоохранения, в этом сезоне в стране было зарегистрировано 17 тысяч смертей от гриппа, в том числе, к сожалению, умерло 85 детей. Медицинские работники рекомендуют носить маски, мыть руки, оставаться дома во время болезни и избегать тесного контакта с больными. Согласно предложению губернатора Кетти Хокул, сдаваемые в аренду помещения в штате Нью-Йорк будут проверяться каждые три года на предмет обнаружения свинца, который может представлять опасность для детей. Цель состоит в том, чтобы исключить воздействие свинца в штате Нью-Йорк, где, по данным офиса губернатора, у 7 тысяч детей ежегодно диагностируется повышенный уровень свинца в крови. Хокул хочет предоставить государственное финансирование, чтобы компенсировать расходы на проверки и помочь оплатить ремонт в случаях, когда обнаружено содержание свинца в жилых помещениях. Местные органы власти также могут получить дополнительное федеральное финансирование, чтобы помочь владельцам недвижимости с переездом. Воздействие свинца на детей, часто из малообеспеченных и неблагополучных слоев населения, может вызвать когнитивные проблемы, которые сохранятся и во взрослой жизни. По данным офиса губернатора, воздействие свинца может стоить только Нью-Йорку до 3,4 миллиарда долларов. В то время как школы по всему городу борются с последствиями пандемии для психического здоровья детей, глава школьного образования Дэвид Бэнкс сообщил, что его департамент вводит дыхательные упражнения для всех учащихся. «Мы планируем развернуть двух-трехминутную технику дыхания для каждого ученика в школах Нью-Йорка», — сказал Бэнкс во время дискуссии на этой неделе, организованной группой Educators for Excellence. «Пандемия была не первой проблемой, с которой столкнутся многие дети, и, к сожалению, не последний», — добавил Бэнкс, отвечая на вопрос учителя о его видении социально-эмоционального обучения. «Мы должны научить их жизненным навыкам», — конец цитаты. «Представители образования не ответили на вопросы о том, как будет реализована программа дыхания, будет ли она включать использование определенного учебного плана и сколько она будет стоить. Проблема психического здоровья учащихся вызывает все большую озабоченность, поскольку во время пандемии многие дети пережили травмы, в том числе потерю близких. Социальные связи ослабли во время длительных периодов дистанционного обучения, и ученики были более оторваны от своих сверстников и учителей. По словам некоторых педагогов, с тех пор, как учащиеся вернулись в школы на полный рабочий день, в их поведении произошли явные изменения. Учителя неоднозначно отреагировали на предложение Бэнкса ввести в школьной системе дыхательные упражнения. И еще о школьном образовании. Городские власти отказались от планов по размещению трех новых школ «Саксэс Академи», в зданиях, в которых уже работают другие государственные школы. Практика, известная как «Совместное размещение». Этот шаг был сделан после того, как выборные лица и руководители школ выступили против того, чтобы разделить пространство. Чиновники «Саксэс Академи» утверждали, что оппозиции носят политический характер и что в школах достаточно места, чтобы им поделиться. В своем заявлении генеральный директор «Саксэс Академи» Ева Московиц отреагировала на решение города следующим образом. «Тысячи семей, чьи дети отчаянно нуждаются в лучшем образовании, обратились в эти школы», — написала Московиц. «Мы не позволим администрации Адамса отказаться от них». Конец цитаты. Глава школьного образования Дэвид Бэнкс, в свою очередь, утверждает, что департамент прислушивается к отзывам сообщества, которые были сделаны во время публичных слушаний, собраний сообщества, посещений зданий и других бесед, а также услышав от членов сообщества на протяжении всего этого процесса, что предложения создадут серьезные проблемы для совместных школ. План также вызвал ожесточенное сопротивление не только со стороны профсоюза учителей, частого врага хартий, которые финансируются государством, но управляются частными компаниями и редко объединяются в профсоюзы, но и со стороны множества должностных лиц, членов сообщества и руководителей школ. Администрация города заявила, что теперь будет меньше измученных родителей с детьми, путешествующих на городском транспорте. Отныне им не нужно складывать коляски, когда они садятся в автобусы МТА. Пилотная программа открытых колясок будет расширена до тысячи городских автобусов или примерно одной шестой всего парка в ближайшие недели. Об этом заявил Фрэнк Аникара, старший вице-президент NYC Transit по автобусам. По словам Аникара, положительные отзывы пассажиров и водителей автобусов о первом этапе пилотного проекта побудили чиновников принять решение о его расширении. Аникара сказал, что 2500 поездок с открытыми колясками в пилотной версии прошли без проблем. По его словам, водители говорят, что разрешение на использование открытых колясок на самом деле часто ускоряет процесс посадки пассажиров. По словам Аникара, программа охватит все пять районов нашего города. Также, по его словам, детали маршрутов появятся уже в ближайшие несколько недель. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. С вами с места событий специально для RTN был Владимир Горжонко.